Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова доктор Дракцик. Для тех, кто не подписан на мой канал, не знает формат моего канала, напоминаю, что здесь мы отсуждаем не только анаболические стероиды, но и в целом эндокринную систему. Всю и полностью. Также, так как эндокринная система влияет на психику, мы, конечно же, обсуждаем психологию очень крупно, масштабно и дотошно. На это есть отдельный плейлист. И еще, помимо анаболических стероидов и применения их у пациентов и людей с конкретными заболеваниями, мы обсуждаем применение их спортсменами. Поэтому вообще о спорте, о фитнесе есть отдельный также плейлист на канале. И, возможно, скоро больше упражнений будет появляться в моих видеороликах. Так что, те, кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Сегодня мы разбираем Оксана Дролон. Тругайте фитнес-батончики, заваривайте протеин. Мы начинаем. Итак, дорогие друзья, Оксана Дролон. Первое, что хотелось бы обсудить с Оксаной, это влияние Оксаночки на нашу печень. Дорогие друзья, мы так вот обсудить и больше не возвращаться к этому вопросу. Вся та же ситуация, что и с выпуском про метан. Хотя, конечно, Оксан Дролон не настолько токсичен. Но мы не знаем исходное состояние пациента и его исходное состояние печени. Рассматриваем состояние печени не только в рамках информации о лата-осата исследования. Но мы и рассматриваем, конечно же, это билирубин. Прямой, непрямой. То есть, токсичный, нетоксичный. Дальше мы рассматриваем, соответственно, анализ гамма-ГТ. Данный показатель также может ассоциироваться и с его изменениями с нарушениями желчного тока в печени. Также мы рассматриваем, так как речь о токсичности, показатели плазмологена и эндотоксина. Их можно сдать отдельно, либо в комплексе анализа хромоспектрометрии по ОСИПУ. Ну, конечно же, хромоспектрометрия по ОСИПУ для нас более интересна, так как мы все равно затрагиваем влияние оксандролона на печени, на желудочно-кишечный тракт все равно может, так как токсичный препарат и так далее может показывать влияние. Поэтому нам нужно собрать полностью анамнез о пациенте. Конечно, возможность или невозможность использования этого препарата также будет показывать УЗИ. Если мы увидим, что да, в ферментах печени все в порядке, все нормально, но какие-то очень странные поведения печени, очень много липоматозов каких-нибудь, каких-то включений, новообразований. Иногда даже пишут неясного генеза новообразования. Там доходят до обследования, направляем пациента к онкологу. Поэтому, конечно, вот так вот взяли, бывает назначили, и какая-то непонятная проблема появилась. И сразу это должно нас насторожить, и мы сразу должны планы поменять. Да, соответственно, поэтому очень внимательно с пероральными препаратами в плане вот именно анаболических стероидов и в плане именно того, что, ой, он менее токсичный, сейчас не буду делать УЗИ, не буду делать гамма-ГТ, он алатасат нормальный и путь. Нет, здесь немножко все сложнее. Ну, я думаю, это в голове по печени мы зафиксировали. Да, идем дальше. У мужчин повышение ПСА. ПСА смотрим общий, свободный. Так как у нас Оксана Дролон, это, соответственно, по сути, аналог ДГТ, он напрямую повышает ДГТ, мы смотрим обязательно ДГТ. Вот, и то же самое с ПСА, да, взаимозависимые эффекты ДГА, ПСА, не забываем, и, соответственно, не забываем те же самые вопросы. Вот сейчас будем про детей говорить, использование Оксаны Дролона у детей, у взрослых, лечебные цели обсуждать, соответственно, изменение голоса у женщин, герсутизм в целом у женщин, увеличение клитора. То же самое. Чтобы не получать побочные эффекты, контролируем ДГТ, не даем ему, соответственно, по каскаду нарастать. Это очень важно. То есть мы как бы вот это проговорили, это первое, за чем мы следим, то есть это вышеупомянутая печень, это ДГТ и ПСА. То же самое, когда идет об облысении разговор. Это только ваш, более внимательный, может быть, даже почаще сдавать, да, чем рекомендуется, можно там раз в 4 недели, раз в 3 недели сдавать ДГТ, ПСА и смотреть вашу реакцию на препарат. Только так. Как я всегда говорю, реакция на препарат у всех индивидуальная. Поэтому, несмотря сейчас на, выше скажу, всякие плюсы, да, и вроде бы лояльное отношение к этому препарату, все-таки я вас призываю вот именно по тем моментам, которые я сейчас озвучил, быть внимательными и их наиболее частым образом проверять. Итак, дорогие друзья, прежде чем я скажу какие-то банальные вещи про спорт, хотелось бы обсудить, зачем нам оксандролон применять обычным пациентам, как это применимо, соответственно, в лечении обычных людей, для чего это нужно. Ну, во-первых, так как все-таки препарат достаточно щадящий, мы можем назначать его женщинам. Это действительно так. Это не значит, что это какой-то особенный женский стероид, да, и мужчинам его нельзя никак никогда назначать. Нет, это значит о том, что так как он, ну, щадящий, так как он, в принципе, хорошо сочетается с женским метаболизмом, сейчас мы это обсудим выше, это вполне можно использовать. Ну, и, в принципе, он так используется. Наверное, такие попсовые достаточно вещи скажу. У ВИЧ-инфицированных, в том числе у ВИЧ-инфицированных женщин, очень удобно его применять. При остеопорозах очень удобно его применять. И, конечно же, контроль каулограммы необходим. Это на приеме всех анаболических стероидов. Но с оксанодролоном, какими-то короткими курсами, можно, соответственно, чуть реже контролировать каулограмму. И можно работать с более возрастным контингентом, да. То есть люди уже, которые ближе к пожилому возрасту, они будут переносить легче данный препарат. Но, конечно же, здесь нельзя говорить за всех. Мы не можем говорить в открытии от анамнеза пациента. Поэтому, конечно, мы смотрим в целом. Ну, какую-то статистику, если выделим, увидим, что, в принципе, нам легче работать с пожилым контингентом на оксанодролоне, чем нежели на том же ритаболиле. Если, допустим, задача лежит в рамках какого-то эпизода лечения остеопороза того же. Также отдельно оговорюсь, количество людей с опорно-двигательным аппаратом растет, которые меня смотрят, судя по вашим запросам. И при нарушениях различных опорно-двигательных аппаратов, неважно, это невралгия, это какие-то операции или, соответственно, дооперационный период, это, соответственно, травмы менисков, бурситы, активового сустава, что там, тенденит и так далее, очень часто мы используем и не можем не использовать кортикостероиды. Да, там тот же дипроспам люди вводят и прочее. И бывает, что пациенты сами, да, перебарщивают с этим и ловят уже побочные эффекты, в том числе и на ЖКТ, уменьшается реабсорция аминокислот, кальция и так далее. И вот здесь, соответственно, оксанодролоном после приема кортикостероидов мы можем выравнивать эту клиническую картину, которая была связана с злоупотреблением кортикостероидов. Поэтому здесь, оксанодролон, нам, пожалуйста, в помощь. Особенно если законодательство вашей страны позволяет, соответственно, назначать, мы это дело используем, назначаем и так далее. Если не позволяет, то по ситуации берите в проверенных местах. Препарат часто подделывают, заменяют его стенозолом. Стенозол, наоборот, негативные реакции может дать на суставы. Поэтому опасайтесь подделок. Как-то, в общем, мониторьте эту ситуацию, если есть такая возможность. Если вы сомневаетесь, то лучше вообще не приобретать, не злоупотреблять с этими вещами и так далее. И, наверное, плавно перейдем, соответственно, к детям. Как бы это странно не было, поговорим о применении оксанодролона на детях. Так как препарат с шикарнейшим образом, соответственно, у нас увеличивает анаболизм, то есть исследования, когда у детей, но во время, соответственно, использовалось получение детьми обширных ожогов. Дальше при синдроме Шерешевского-Тернера, когда у нас у девочек замедлялось развитие, в том числе костной массы и так далее, тормозится половое развитие, тоже совершенно шикарно себя показал. Так как все-таки выпуск ограничен по времени, я не буду рассказывать, что такое синдром Шерешевского-Тернера, как там при ожогах он использовался. Кому интересно, можете зайти, ссылки на пап.мед, пометьте, на пап.меди нашел статью в описании. Все исследования супер официальные, можете увидеть. То есть это не где-то что-то британские ученые происследовали. Все совершенно серьезно. Вот такой у нас сегодня очень интересный войтовый препарат. Дети, соответственно, получали девочки лечение с синдромом Шерешевского-Тернера. Смотрите, 8-10 лет. Вот настолько щадящий препарат, что осмысленно мы его можем использовать. Конечно, мы должны в исследованиях это указано, контролировать липидный профиль, задавать липопротеиды высокой, низкой плотности, глицериды, холестерин общий. Мы должны корректировать, если разговор особенно у детев, естественно, Д3, да и про взрослых. И вообще, если мы хотим, соответственно, получить максимальный эффект, я уже не буду много раз повторяться, мы должны сдавать, соответственно, на входе базовые анализы. Смотрите выпуск «Кестостерон Цепианат», смотрите выпуск «Прометан». Все те же базовые рекомендации и уровень ЛГЭ, ФСГЭ мониторить на входе. Неважно, это ребенок, взрослый, пожилой человек. Мониторить, конечно, тестостерон общий, свободный. Мониторить также пролактин. Независимо от того, хороший он у вас там неделю назад был, плохой. Сдайте еще раз, посмотрите. Если не было МРТ-гипофиза, вдруг у вас там пролактинома есть, да? И мы ее просмотрели. На входе мониторим гормоны щитовидной железы. ТТГ, Т3, Т4. Парад гормон. Если был занижен Д3, обязательно все равно мониторим. Один разочек нужно парад гормон посмотреть. Вот, поэтому вот эту вот всю базу мы все равно исполняем, выполняем для тех, кто может быть, ну, сейчас я, чтобы не перечислять в очередной раз там все эти базовые анализы, индекс ХОМО-ИР. Опять же, можете пересмотреть мои предыдущие выпуски. Кулаграмма, дедимер, гомоцистин. Гомоцистин обязательно, ребята, мониторится никак, потому что вы используете пероральные препараты. Вот, чуть-чуть меняете, соответственно, коррекцию вносите в синтез печени, и тут же все, соответственно, меняется. Вот. Поэтому все эти, все-все-все-все моменты с печенью, они влияют на гомоцистин, поэтому лишний раз не забудьте его посмотреть. Он все равно на приеме, на каком-то периоде, на каком-то этапе будет расти гомоцистин, это токсичная аминокислота, плохо и очень делает ваши сердечно-сосудистые системы, поэтому мы ее мониторим. У спортсменов, если использовать, соответственно, оксандролон соло, может снижать эстрогены. И если у женщин снижение эстрогенов, когда есть гиперэстрогена миа, это в некоторых случаях оправдано, и в некоторых случаях мы можем возобновить менструацию таким образом, снижая женщинам эстрогены. Напишите мне, если меня смотрят женщины, может быть, кто-то когда-то сталкивался, вам назначали антиэстрогеновые препараты, тамоксифен, анострозол. Очень чаще всего в России, недавно только перечитывал учебник по внутренним заболеваниям, очень обширно используется фонтифен в этом плане у женщин. И вот один из путей, это оксандролон назначить, чтобы, соответственно, опять же, отсрочно эстрогены будут снижаться, так как сам оксандролон будет подавлять выработку, соответственно, тестостерона. У женщин выработка тестостерона надпочечниками тоже будет подавляться, скорее всего, просто по той причине, что то же самое гипофиз все равно улавливает у женщины повышенное количество тестостерона. И на самом деле ситуация здесь до конца не изучена при очень высоких дозировках, есть ли угнетение функции надпочечника, я думаю, что наверняка есть, просто не можем понять, в какой степени нет этих исследований до конца. Но прием оксандролона, те исследования, которые показывают, очень незначительно коррелируют эти показатели, и здесь можно расслабляться. Поэтому женщине соло оксандролон все-таки может подойти и даже в случае гиперэстрогена не сделать плюс. Опять же, гиперфункция надпочечников у многих женщин есть. Но у мужчин, соответственно, так как яички продуцируют весь тестостерон и угнетая яички, мы теряем обычную классическую форму тестостерона, которая может конвертироваться в эстроген. На этом фоне оксандролон угнетает выработку классическую, но сам является по сути ДГТ, который не конвертируется уже в эстроген. Таким образом, получается, что у нас ситуация такая несколько двоякая. С одной стороны, организм думает, что тестостерон нафига, а с другой стороны, у нас тестостерона нет чистого, в чистом виде, в стандартном, в том виде, в котором он эндогенно вырабатывается внутри самого организма. И получается, что опять отсрочно, но мы потеряем какую-то часть эстрогена, и эстроген может начать снижаться. Опять же, все зависит от генетической детерминированности, этого никто не отменял, и непонятно, как будет гипоэстрогеномия или нет. Но все-таки чаще у мужчин при приеме оксандролона-сола действительно гипоэстрогеномия, она может, соответственно, происходить. Поэтому, если вы даже собрались вот такой эксперимент на себе делать, все-таки контроль эстрогенов здесь ярче необходим. Если вы увидите, соответственно, то, что вы роняете эстрогены сильно, ну, там уже можно предпринять меры по поводу этого. Опять же, отдельно хотелось бы обговориться, для любителей высоких дозировок, это то, с чем можно поэкспериментировать оксандролон. Можно действительно по каскаду немножко поэкспериментировать, понаращивать дозировки с оксандролоном. Для профессионалов, для тех, кто, так скажем, хочет перейти из рядов любителей в категорию каких-то профессионалов на сушке, действительно, можно немножко позлоупотреблять дозировками оксандролона. Это при условии, что все-таки с печенью у вас все идеально. Это не так жестко, как нежели вы будете злоупотреблять другими, особенно пероральными, да, веществами. Оксандролон и акне, значит, та же самая ситуация по поводу печени, вот, и та же ситуация по поводу хромоспектрометрии по оси. Даже если он немножко толкнет воспалительный эффект в сторону акне, то, соответственно, вы теперь знаете, что просто надо мониторить, еще раз мониторить, мониторить, соответственно, наши печеночные ферменты и мониторить нашу микробиоту, потому что, возможно, у вас просто подскочила патогенная микробиота, где-то просела печень, где-то тут же подскочила микробиота патогенная, и вы словили по бочку в виде акне. Поэтому, если у вас такая проблема изначально имеется, возможно, есть смысл изначально поработать по хромоспектрометрии, по оси, и потом, если уж так хочется, применять Оксаночку. Итак, дорогие друзья, вот коротко, вот так вот о нашей Оксане. Напишите мне, пожалуйста, как вам этот анаболический стероид в комментариях. Очень всегда интересно читать, вот сейчас стало больше ваших отзывов, какие-то интересные моменты проскальзывают. Мне для клинического опыта, может быть, мы со зрителем потом поделимся вашим опытом, как у вас эти взаимоотношения складывались. Опять же, повторюсь, что они очень, любой анаболический стероид, это обоюдоострый меч. И даже если говорится о том, что он применяется на детях и пожилых, это не отменяет серьезности препарата, соответственно, и контроля, контроля всех вышеуказанных, не только в этом выпуске, соответственно, всех вышеуказанных анализов. Далее, дорогие друзья, те, кто хочет непосредственно под вас, бесплатно, под ваши запросы, с учетом вашего анамнеза, получить непосредственно индивидуальный чек-лист на анализах. Сейчас мы с лабораторией, с одной, запускаем, соответственно, акцию. Кто сможет в этой лаборатории сдать анализы, она всероссийская, везде есть. Не буду озвучивать, какая здесь это секрет. Вот. Ну, в общем, мы можем вам назначить вполне эти анализы. Надо будет там скачать это приложение в лаборатории, вы мне можете в личку написать. Я вам скидываю ссылку, вы регистрируетесь в приложении, там будет, соответственно, месседжер встроенных приложений, возможность переписки личной со мной. Лично там мы продолжаем с вами переписку. И для вас непосредственно я делаю бесплатный чек-лист. Вы мне описываете свой анамнез, пишете жалобы, препараты, которые использовали, препараты, которые хотите использовать. Вот. Описываете, соответственно, там, что вы хотите получить на выходе, прибавку мышечной массы. Или, может быть, вы ведете профилактику ВИЧ-инфекции или еще что-то. Остеопороз вас замучил. В общем, все это пишите, я вам высылаю чек-лист первичный. И вы уже к моей первой консультации готовы, соответственно, и сможете уже непосредственно потом у меня или у другого специалиста уже прийти подготовленные, по крайней мере, с какими-то анализами адекватными. Вот такие дела, дорогие друзья. Такой вот бонус позитивный для подписчиков моего канала. Конечно, я вас жду в любом случае на своих онлайн-консультациях, даже если вы находитесь не в России. Я периодически появляюсь за рубежом, то там, то сям. Есть банковские карты. Пожалуйста, переводите оплату за консультации в любые банки этого мира. Вот. Все схвачено, все сделано. Есть возможность работать с гражданами, которые на данный момент находятся в СНГ где-то. Так что я вас всех жду, независимо от пола, возраста, гендерной принадлежности и так далее. Соответственно, все вы можете получить при желании у меня консультацию. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и да пребудет с вами здоровье. Здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok